Оказались там, где надо. Обычное патрулирование обернулось целой спасательной операцией. Сотрудники полиции предотвратили пожар в одном из частных домов Махачкалы. Все подробности происшествия в материале Карины Баталовой. Этот дом 60-х годов постройки в тот злополучный день начал быстро гореть. Причиной пожара стало замыкание проводки на чердаке. Хозяйка дома Патимат от ЧП ничего не знала. Сообщили соседи. Первая мысль – начать тушить пламя. Но, как говорится, беда не проходит одна. В доме с мая нет воды. Тушить нечем. Куча ребят было, соседей, благодаря им. Все с верхней улицы, с нашей улицы, все ребята, кто могли, кто из дома баклажки, ведра, баки, у кого что дома было в запасе, все несли, потому что не знали. Огонь полыхает, а чем тушить не знали. И с помощью их, с помощью ихней шустрости, наверное, все, что дома было, вынесли, поливали, как могли, пока приехали пожарные. Полчаса не прошло, когда домой пошла, ничего не видел, не было. Сверху родственники живут. Она говорит у соседей, говорит, Макашарипа дым идет, посмотри, пожалуйста. Вышла и горит уже, дым идет. Потом быстро все выбежали. Прежде всего, очевидцы начали обзванивать службу помощи. Первыми отозвались сотрудники полиции. Через пять минут патрульный наряд ППС был на месте. Оценив всю опасность происходящего, полицейские начали оперативно выводить людей. Зайдя, я убедился, что в горячем доме нету никого. Но во дворе дома находились вроде бы хозяйка дома, и несколько человек находились во дворе дома горячего. После чего, приняв меры по эвакуации со двора людей, были приняты меры о том, что надо помочь данным гражданам потушить товар. В ход пошли все подручные средства, ведра, тазики, чем могли, поливали. Пытались затушить пожар, но, я думаю, чем смогли, тем помогли. Главная опасность состояла в том, что огонь мог перенестись на второй дом, который находится в том же дворе. Необходимо было срочно предпринять меры. Было принято решение раскрыть крышу и начать заливать водой очаг возгорания. В это время подъехала скорая. Скорая быстро взяли хозяйку, но она упала обморок. Они к себе привели чувство и держали машину долго, пока пожар не потушился. Благодаря полиции, благодаря МЧС работникам, пожарникам большое им спасибо. Благодарность от нас, от нашей семьи, за то, что они нас спасли от клана этого векса. Так совместными силами полиции, МЧС, скорой и просто неравнодушных людей дом и его жители были спасены. Пламя не перешло на соседние строения. Карина Баталова, Давуд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.